Ежегодно в начале февраля у этой мемориальной доски, расположенной на стене обычной Ивановской девятиэтажки, собираются люди. Человек на фото Анатолий Гордиенко. Долгое время возглавлял Ивановский обком КПРФ. Был депутатом ЗАГС Собрания и Областной Думы. Несмотря на то, что его нет уже почти 9 лет, те, кто работал под началом этого убежденного коммуниста, традиционно в день его рождения вспоминают о нем. Человек первый секретарь горкома партии. У него не было вот этого чабанства, которое есть часто у руководителей. Поэтому это дорогого стоит. И действительно, в очень сложное время быть коммунистом, особенно 90-е годы, когда вообще не принимали очень многие советского, да, и ты не стеснялся говорить, что ты коммунист. Я просто на себе это пережила, когда шла в депутаты, и я же не скрывала, я коммунист. Поэтому это очень тяжело. А Анатолий Федорович при этом еще был первым секретарем областного комитета партии. Анатолий Гордиенко был не только лидером ивановских коммунистов. Он также возглавлял крупнейшее машиностроительное предприятие региона, дослужившись до руководящей должности от простого технолога цеха. После перестройки, после того, как уже другие ценности возобладали, другая власть пришла, он остался предан. Ведь многие перешли в более комфортные условия, зарабатывать деньги, отказываться от тех принципов, потому что они не приносили ни дохода, ни благ, ничего. Он принял в полной мере удар этих перемен. Каждый из этих людей был связан с КПРФ. Но даже покинув партию, по тем или иным причинам с ностальгией вспоминают работу под руководством Анатолия Гордиенко. Даже несмотря на то, что возглавлять Красное движение ему пришлось самое сложное для партии в постсоветское время.